здравствуй дорогая церковь меня зовут Андрей мне 29 лет я жил с детства в маленьком городке в Шахтерском Донецкой области в 19 лет я первый раз начал употреблять инъекционные наркотики перестал общаться с матерью я избегал постоянные скандалы ссоры уходил из дома до ко мне пришла но это мысль о суициде но я уже не ощущал ничего для меня уже было все равно что будет со мной потому что все разрушено все было разрушено все что добивался все что я строил все 19 лет все просто в один момент оборвался я не хотел жить я и просил чтобы со мной что-то сделали потому что я не видел смысла жизни потому что все отвернули все отказались я начал употреблять еще больше наркотики я употреблял их со страшной силой я уже не вставал с постели у меня уже болели ноги у меня начало гнить ключица у меня был остеомерлит на тот момент и ну я уже готовился я готовился уже к худшему к смерти сестра старшая уже даже ей надоело это смотреть как я мучаюсь как я она пришла нам на квартиру и забрал они вынесли меня с этой квартиры на носилках не один врач смотря на меня он он не принимал он говорил смысла нет ему месяц жизни готовьтесь и спустя три месяца после выхода в больницы моя сестра старшая она погибла в автокатастрофе я потерял все опять мои надежды не просто рукой и для меня это очень было тяжело я опять вернулся наркотики дьявол мне казалось что он на тот момент отнял у меня все но сколько бы я не пытался покончить жизнь самоубийством у меня не получалось и я не понимал почему так почему сестра ушла а я а я живу и через три месяца после смерти после сестры я ко мне приехал друг он проходил на тот момент реабилитацию в городе першитравенске и приехал и сказал что есть выход ну попробуй попробуй есть выход и все получится я остался на центре я познакомился со своим наставником шпоте виктор владимир он стал для меня близким другом он он начал показывать мне все ценности жизни открывать передо мной рассказывать что что было и как как должно быть в конце первого месяца мне позвонила мать и сказала что у младшей сестры нематочная беременность и что нужно деньги на операцию и для меня тогда для меня это был шанс уехать но братья которые на тот момент которых я не знал до конца я не знал кто они что они но они окружили меня своей заботой своей любовью они сказали что давай помолимся не начали молиться начали просить за мою сестру соответственно я стоял с ними и слушал и все равно я уехал бы я приехал домой и а сестре когда сказал я давай попробуем мы взялись не за руки я просто начал просить господа чтобы он сделал чудо в ее жизнь и я просто начал просить господа чтобы он что-то сделал чтобы он сделал для нее чудо чтобы она стала счастливой и мы поехали очередной на следующий день мы поехали очередной четвертый раз в областную больницу делать узи и и когда она пошла в кабинет я про себя просил господа чтобы он просто прикоснулся к ней и думаю мало ли может она работает может это правда и когда она вышла с кабинета и я в ее глазах увидел искры счастья искры радости слезы эти радости когда она подбежала ко мне и там врач она не понимает что происходит у меня плод зародился там где надо для меня это для меня это было чудо это чудо но укрепила мою веру я понял что молитва богу она работает проблемы оставались со мной с моим здоровьем и продолжала гнить кости меня болела нога выходил гной с кусочками кости и эти постоянные перевязки ну просто надоедало я не знал что делать однажды на одном из служений я услышал проповедь андрея георгиевича пищенко что если ты хочешь чтобы закончилась плохое время надо богу кричать и я думаю что мне настолько уже надоело это все я пошел я знал что есть ночные молитвы где молится наталья за все головы на молится духовной бранью я пошел начал ходить туда и я начал просто кричать от того что ну я не знал выхода после ночной молитвы когда я пошел домой я лег спать и утром когда я проснулся подошел к зеркалу заменить перевязку я увидел что рана которая гнила на протяжении полтора года она просто начала затягиваться я не увидел дно я не увидел никаких выделений мне врачи говорили что это хроническая болезнь это временно она тебя затем будет затягиваться будет открываться то все она она не лечится но в тот момент я понял что меня исцелил господь это было большим чудом для меня потому что эта болезнь на протяжении долгого времени причиняла мне много страданий я успешно прошел реабилитацию я и болезнь которая причиняла немного страданий она уже на протяжении полтора года не дает о себе знать по окончанию реабилитации я познакомился с девушкой которая впоследствии стала моей женой пастырь Андрей Георгиевич дал нам благословения на создание семьи и у меня восстановились отношения с матерью восстановились отношения с друзьями с семьей вокруг меня все поменялось я получил свободу я получил радость я обрел счастье благодаря богу благодаря пастору Андрею благодаря церкви я спасенный я исцеленный я восстановленный полноценный человек